Я хотел рассказать стихотворение на основании записанного слова Исайя, 28 глава, 24 стиха. Всегда ли земледелец пашет для посева, Боронит и бороздит землю? Нет. Когда уравняет поверхность ее, Он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и чмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. И 29 стих, заключение этой мысли, Он говорит, И это происходит от Господа Саофа. Саофа, дивные судьбы его, Велика премудрость его. Всегда ли земледелец пашет? Всегда ли землю бороздит? Нет. Не всегда. Когда пропашет, Затем полезным насадит. Всегда ли земледелец сеет? Всегда ли зерна сыпет он? Нет. Не всегда. Как все посеет, Заборонит то поле он. Всегда ли земледелец в поле? Всегда ли воду он ведет? Нет. Как все прополит, И урожая долго ждет. Всегда ли земледелец в поле? Всегда ли он полосу он жнет? Нет. Не всегда. Прополит поле, Потом уж плевелы огнем сожгет. Всегда ли Бог, Отец Вселенной, Вовитель будет приглашать? Всегда ли волей неизменной Он милость будет проявлять? Нет. Как земледелец не вечно пашет, Сеет, жнет, Так Бог Микину прочь отвеет, Зерно в свой дом перенесет. Всегда ли длится время года? За летом осень настает, Так гнев грядущий с неба свода, Как снег на мир сей не спадет. Аминь.